Привет всем, вы на канале Санита, с вами Настя Бабич и я приготовила для вас самые интересные новости на сегодня. Начинаем. В Германии вновь прошли масштабные акции в поддержку палестинцев. Тысячи человек вышли на улицы в ряде городов ФРГ, призывая к прекращению огня на Ближнем Востоке и освобождению Палестины. В нескольких городах Германии в субботу 11 ноября прошли пропалестинские демонстрации с участием тысяч человек. По состоянию на начало подобной акции в берлинском районе Кройсберг полиция насчитала около 2600 участников. Сообщается, что полиция провела несколько задержаний в связи с противозаконными лозунгами на плакатах. Их точное количество, однако, пока неизвестно. Также пропалестинские демонстрации прошли в Мюнхене и в Упертале. Неспокойно на этих выходных было и в Польше. Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве. По разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек приняли участие в ежегодном марше националистов в честь Дня независимости Польши. Некоторые участники призывали к выходу страны из Евросоюза. Кстати, как выяснилось, большинство немцев, даже ультраправые, поддерживают членство в ЕС. Согласно последнему опросу, членство в ЕС решительно поддерживает 87% немцев. Причем большинство ультраправых избирателей также выступают за то, чтобы остаться в Евросоюзе. И только 10% высказались против. А тем временем обрастает подробностями и трагедия в Офенбурге. Многие вопросы остаются без ответа, но кое-что уже проясняется. Напомню, нападение было совершено в кабинете 9 класса, где учился подозреваемый. Крупномасштабная полицейская операция была проведена в четверг около 12. Сообщается, что 15-летний ученик вошел в свой класс и неожиданно выстрелил в голову своему товарищу из пистолета. 15-летняя жертва была ранена двумя выстрелами. Затем учительница с отмолз с предполагаемым преступником в коридоре возле класса. Подозреваемый ударил ее по голове. Женщина получила легкие телесные повреждения. После совершения преступления подозреваемого в стрельбе остановил отец одного из школьников. В квартире арестованного был проведен опуск. Были изъяты дополнительные улики. Откуда же взялось огнестрельное оружие у ребенка? По информации агентства ДПА, огнестрельное оружие, из которого стрелял преступник, было старым пистолетом Беретта 765. Пока неизвестно, находилось ли оружие в закон о владении члена семьи или имело место нарушение закона о контроле за боевым оружием. Газета Бильд сообщила, что это была реликвия деда. По имеющимся данным, подозреваемый имел при себе большое количество боеприпасов. Помимо огнестрельного оружия, он также имел при себе бутылку с зажигательной смесью. Почему же 15-летний подросток застрелил своего одноклассника? По мнению полиции, это личный мотив и возможен вариант ревности. На данный момент стрелявший гражданин Германии продолжает находиться под стражей по подозрению в непредумышленном убийстве. Хотя лично у меня это вызывает много вопросов. Также неспокойно и в последние два дня было и в околицах Бранденбурга. Триллер в провинции продолжался более 30 часов. Итак, что же там произошло? Опека вмешалась в дела семьи из-за угрозы благополучия детей. Когда в пятницу сотрудников службы не пустили в дом, они вызвали полицию, по которой Евгений В. и открыл огонь. А затем забаррикадировался в доме. Вместе с ним там оказались его брат, жена и сын. После противостояния с полицией дом покинул его вооруженный брат и был арестован. Затем удалось сбежать с жене с ребенком. Полиция тщетно пыталась установиться стрелком контакт. Затем прогремел взрыв. Когда полиция вошла в дом, было обнаружено тело Евгения. Причина смерти пока не озвучена. Сообщается, что в доме был целый арсенал оружия. Изучив соцсети немца российского происхождения, журналисты Bild пишут о нем как о фанате Сталина и каннабиса. А также отмечают публикации фото с военной службы. Изображение оружия, военной техники и государственных символов РФ. А тем временем министр транспорта Германии призвал сделать аэропорты более безопасными. Виссинг хочет наказывать проникновение в зону безопасности аэропорта как уголовное преступление. Причиной этому послужил недавний захват заложника в аэропорту Гамбурга и то, что раз за разом климатическим активистам удается проникнуть в зону безопасности немецких аэропортов. Вместе с федеральным министром юстиции Марко Бушманом он обратился к федеральному министру внутренних дел Нэнси Фезер, которая отвечает за это с предложением внести соответствующую поправку закон об авиационной безопасности. Именно так пояснил Виссинг. Фезер ответила, что она с удовольствием примет эту инициативу. И на мой взгляд данная поправка будет как нельзя кстати. А тем временем 59% немцев опасаются теракта в Германии на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Итак, 59% респондентов ответили, что считают нападения с большим количеством жертв очень вероятными или скорее вероятными. Однако лишь 27% считают, что террористические атаки в стране скорее маловероятны. Среди возможных последствий войны в Газе для Германии 25% респондентов больше всего опасаются возможных террористических атак. 26% считают, что их главный страх заключается в том, что в Германию прибудут больше мигрантов с Ближнего Востока. В противовес этому только 17% назвали рост антисемитизма в Германии своим главным беспокойством. Временем Европа взялась за решение очень серьезной проблемы. Ученые обсуждают переименование жука Гитлера. Редкий вид жужениц обитает в пещерах и у него нет глаз. Жука открыли в 1937 году в горах Словении и назвали в честь Адольфа Гитлера. Исследователь Сандра Кнап из Музея естественной истории в Лондоне призвала вынести вопрос его переименования на Международный ботанический конгресс. Он пройдет в июле 2024 года в Мадриде. Помимо жука Гитлера ученым также предстоит решить судьбу таких названий, как бабочка Муссолини, мотылек Дональда Трампа и цветок Гибертия, который был назван в честь рабовладельца Джорджа Гиберта. А тем временем ситуация в Исландии накаляется с каждой секунды. Исландия объявляет чрезвычайное положение после серии мощных землетрясений. Исландия объявляет чрезвычайное положение после серии мощных землетрясений, которые произошли на полуострове Викьяна, что может стать предвестником извержения вулкана. С конца октября на полуострове зарегистрировано около 24 тысяч подземных толчков. Это вся информация, которую я сегодня хотела бы поделиться с вами. До следующего выпуска. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok